Этот фильм отражает дух и историческое значение библейских сюжетов, хотя при его создании был использован некоторый художественный вымысел. Глава 12 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок в역 Th elderly �� Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Беги в apa- Beaum И увидел, что все это очень хорошо. И так сотворение земли, неба и всего, что было на них, было закончено. И на седьмой день Бог отдыхал от своих трудов. И взял Господь Бог пыль земной. И создал Человека-Адам. Вынул Господь Бог ребро из Бога Адама и создал из Него женщину. Вот почему мужчина оставляет отца с матерью и становится с женой единой плотью. Адам назвал женщину Еву. Бог посадил на востоке Эдемский сад и поместил туда Адама с Евой. Они были нагие, но не стеснялись ноготы своей. Посреди сада росло древо познания. Познание добра и зла. Бог сказал Адаму, «Вы можете лезть плоды с любого дерева в саду, кроме одного древа познания. Для вас плоды его запретны. Если вы попробуете его плоды, вы умрете. Самым хитрым из всех зверей в саду был змеем. И стал он искушать Ему. Отведай плод с древа познания. Ты не умрешь. У тебя просто откроются глаза. И ты уподобишься самому Богу. Узнаешь о добре и зле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Им стало стильнее. Они спрятались за деревьями. Но от Господа Бога невозможно укрыться. Он нашел их. Дал им одежду, чтобы они прикрыли свою наготу. Он слышал все, что говорил змей-искуситель. И Бог проклял змея, сказав Ты будешь всю свою жизнь ползать на животе и есть пыль. А Адама и Еву он изгнал из райского сада. Вот так на землю попало зло. Тайм, сын Адама, убил своего брата Ави. Вы все являетесь потомками этого первого человека, Адама. Я, Авраам, потомок его сына Сифа. А также Ноя, построившего ковчег, на котором он плавал по бурным водам великого потопа, посланного Господом на землю. Вы произошли от него. И вот что Господь приказал мне. Отправляйся в страну, в которую я ухожу тебе. Внимали моему Божественному Слову, и ты будешь жить на этой земле спокойно и в добродетельность. Я благословлю тебя и возвеличу, и люди будут благословлять друг друга Твоим имени. Я благословлю благословляющих Тебя и прокляну клянущих Тебя и благословлю через Тебя всех людей на земле. Я внемлю глазу Божьему и исполняю Его волю. Поверите ли вы в Бога? В Бога я верую. В Бога я верую. В Бога я верую. В Бога я верю. Найди себе другое пастбище. Тебе здесь не место. Я такой же, как и ты. Мой и твой господин равны. Ты говоришь о Лоте. Ты ошибаешься. Настанет время, когда мой господин затмит Твоего. Авраам лжец. Выбирай слова, Раван. Хочешь знать, что говорит народ? Что нет никакой страны. Бога нет. Что старик просто полоумный. Я лезу. Он оскорбил тебя. Так поступать нельзя. Он оскорбил тебя. Раван Трахмус. Где она, та земля обетованная? Бога нет. Субтитры создавал DimaTorzok А эта земля не может прокормить всех Вот и возникают споры между нашими пастухами Не гоже нам ссориться, Лот Ты кровь моя, и я люблю тебя как сына Так давай же расстанемся Выбери себе место, какое захочешь И если ты пойдешь налево, я пойду направо А если ты пойдешь направо, я пойду налево Малой господин Я не могу смотреть на это без боли Если бы я подарила тебе сына Это утолило бы твои печали Не бойся, Ибрхам Я защищу тебя и дам тебе награды великой Нет такой награды, Господь мой Ибо нет у меня сына Нет у меня наследника И потому после смерти моей раб Елизер получит все, чем я владею Посмотри на небо Видишь, сколько там звезд Такое множество, что их не счесть Вот столько и у тебя будет потомков И раб этот ничего не получит Ибо у тебя родится сын И он будет твоим наследником Мой родной сын Ты не веришь? Верю И я верую в тебя Ты же знаешь, что я беспродук Ты предлагаешь мне взять наложницу? Многие мужи имеют наложницу Таков обычай Только не для меня Мне, кроме тебя, никто не нужен Ты говоришь глупости Я верю в Господу Я верю, что Он подарит нам сына Как? Разве что только ты возьмешь себе другую жену? Сара, я люблю тебя Я никогда не возьму в жены другую Ты должен И тогда обещание Господа исполнится Единственным моим желанием было рожать тебе детей Знаю Знаю, какое это для тебя горе Но знай, Сара Я буду любить тебя всегда Слова утешения Правдивые слова Другая жена мне не нужна Тогда я ничего не понимаю Я тоже Но я верую Субтитры создавал DimaTorzok Она молодая и сильная. Она родит тебе здорового ребенка. Ты говоришь о женщине? К тому же она еще и красивая. Агарь? Ты не находишь, что она красивая? Но она твоя служанка и к тому же египтянка. Что за ее вонда? Неважно. Возьми, Агарь, служанку мою, и да исполнится воля Господа. А я приму ее ребенка как своего собственного. И не называй меня глупой. Ты должен иметь наследника. Теперь я это понимаю. Иди же к ней. Сегодня ночью. Субтитры сделал DimaTorzok. Шесть монет. Шесть? Я прошу знать. Это твоя цена, не моя. Семь. Десять. Ты посмела мне перечить? Да, посмела. Молчи. Не буду молчать. Нет, будешь или я... Что ты? Ударишь. Забыла, что я нашла ребенка твоего мужа. Что за спор? Я не пожертвовала своей честью родителя. И что я получила взамен? Эта девчонка отказывается работать и дерзит в ответ на мои приказы. С меня хватит. Работа слишком тяжела. Я беременная. Моя жена, это моя жена. А ты всего лишь ее служанка. Ты должна слушаться ее. Огарь. Огарь. Восемь. Даю тебе восемь. Десять. ПРОДОЛЬНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. 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 Сара, готовь угощение, быстро. А кто это? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. тебе это показалось как ты можешь шутить такими вещами потому что боюсь в это поверить тушься моя госпожа тушься сильнее тушься тушься сын у меня родился сын сын я нарекаю его исаака твой бог сделал меня счастливой всякий кто услышит об этом чуде будет радоваться вместе со мной разве есть одно чудо неподвластное господу и исмаил отойди от него кому я сказала почему он не сделал ничего плохого уведи его он любит твоего ребенка как брат брата они братья это ты пылаешь ненавистью 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 к моему сыну и ко мне убирайся мы ни слова не говорили ничего тебе не делали но ты ненавидишь нас убирайся с глаз моих долой иди ступай агарь пойдем пойдем исмаил избавься от этой рабыни и ее сына я не хочу чтобы сын этой рабыни разделил наследство с моим сыном исааком видеть ее не могу и ее сына тоже я не буду терпеть их в своем доме уйти ну куда я пойду агарь на все воля божья куда я пойду и на что стану жить ты получишь все что пожелаешь но он твой сын все это промысел господин поверь в это ты ставишь исака выше исмаила вот этому я верю и и либо whole и Возьми своего сына Исаака, которого ты любишь, и принеси его мне в жертву с сожжением, в месте, которое я тебе укажу. Моего сына? Да, моего сына. Но почему ты требуешь этого? Почему? Почему? Вот отличный ягненок. Без изъема. Отпусти его обратно в Атару. Но почему? Симой, ты готов? Да, отец. Но что ты собираешься принести в жертву? Пора в путь. До свидания, мама. Да пребудешь с собой, Бог, сынок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы и пришли. Но как же мы совершим жертвоприношение, отец? У нас же нет ягненка. Бог сам пошлет ягненка, сын мой. Ступай вперед, а я следом. Вы останетесь здесь. Мы совершим жертвоприношение и вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Все готово. Ты должен связать меня, отец. На случай, если мужество оставит меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Разве возможно действительно узнать его? Ибо познание его и есть тот труд Который он поставил перед нами Искать его закон, найти его И мы должны найти его Только тогда мы сможем жить по его законам Только тогда мы будем образцом И милостью для народа Ты уже это сделал, муж мой? Нет Я сделал лишь малую талику. Жизненный цикл одного человека слишком мал для этого. Закончить этот труд предстоит нашему сыну, сыновьям его сыновей и всем последующим поколениям. Исаак, сын мой. Пришел мой час. Распахни шатер, муж мой. Распахни шатер, муж мой. Распахни шатер, муж мой. Он очень печалится о матери. ему нужно жениться но только не на хана ониянки она девушки из нашего рода ты поедешь на хор я позабочусь о нем ты не понял ты поедешь один айсаак останется здесь но как я слуга могу выбрать жену сына моего господина господь сделает за тебя выбор елеза господь сам выберись что если с ним случится какая-нибудь беда отец ведь путь совсем не близкий за интересно она красивая надеюсь что красивая мир да прибудет с вами я проделал долгий путь и меня мучить жажда позвольте мне напиться пей господин об этом дочь во фуило мая верблюды тоже хотят велики сюда я напою их тоже Меня зовут Лаван. Твой господин Авраам – наш родственник. Они братья с моим дедушкой, Нахором. Значит, Господь был мне верным проводником. Прежде чем подойти к колодцу, я остановился помолиться. И увидел женщин, идущих за водой. Я сказал Господу, я попрошу у них воды. Но они, испугавшись чужестранца, скорее всего, мне откажут. Та же, которая предложит мне воды, и будет той избранной. А чтобы последние сомнения меня покинули, она должна напоить моих верблюдов. Ребекка так и поступила. А еще она является роднёй моему господину. Скажите, отдадите ли вы Ребекку в жёны Исааку? Какой же я глупец. Это дары от моего господина в семье невесты Исаака. А ты и есть Исаак? Да. Это дары от моего господина. auf Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дороги ваши разные, и пути не сходятся Я же благословляю весь свой народ Примите мое благословение И пусть Господь одарит вас Божьей росою Плодородной почвой И неоскутивающими запасами зерна и вина Примите мое благословение Исаак, это посох нашего отца Ребекка зачела Чреве своем она носила близнецов Исааку было 60 лет, когда они родились Мальчики выросли, Яков был тихим человеком, проводившим все время в шатре Исаак стал искусным охотником и любил проводить время в полях Исааку, твоя мать оскорбила нас Она нас обзывала Мы не сделали ничего плохого Довольны, я целый день провел в поле и устал Она ненавидит нас Хватит, я сказал Они нагляют день ото дня Сплетничают у колодца Распускают обо мне слухи Вели Исааку прогнать их Но он их любит Ты тоже их любишь? Нет Смотреть на них так неприятно, что ты даже ослеп Слышать тоже, поэтому я почти оглоп Это Исаак? Мир тебе, отец Мама Это голос Исаак? Исаак Я хочу остаться с Исааком наедине Как пожелаешь, муж мой Садь поближе, сынок Сынок Близится мой последний час Не ближе, чем в прошлый раз, когда ты говорил то же самое Ты хорошо знаешь своего бедного отца, Исаак Никуда не денешься, я стар И болен А посему, чтобы избежать ошибки Чтобы люди знали, что ты мой первенец А не твой брат Яков Перед смертью я благословлю тебя Пойди в поле Налови дичи И приготовь мне мое любимое кушание Дай мне поесть И я благословлю тебя А теперь поцелуй меня, сынок Он всегда больше любил Исава И с этим ничего не поделать Это еще не поздно исправить Пойди туда, где мы держим кос И принеси лучшего козленка Кто научил готовить Исаву Это кушание? Его мать? Я приготовлю его любимое кушание Ты отнесешь его отцу И получишь благословение И получишь власть над Исава Но он услышит мой голос и поймет, что я не Исав Он стал совсем глухим Но стоит ему дотронуться до меня, и он все поймет Делай, как я тебе велела, Яков Это самое лучшее и дорогое одеяние твоего брата Я спрятала его, чтобы эти хитиянки не украли его А теперь дай мне свою руку Это ты, Яков Это Исав, отец Разве это голос Исава? Я приготовил тебе твое любимое кушание Так быстро? Не прошло еще и двух часов, как ты отправился на охоту Господь не спасла мне удачу Подойди ко мне ближе, сынок Это Исав Наклонися и поцелуй меня, сынок Да Запах сына моего, словно запах полей Я благословлю тебя Прими это благословение Наслужат тебе люди Ты будешь править братьями твоими И сыновья матери твоей Да склонятся перед тобой Субтитры сделал DimaTorzok А для меня ты оставил какое-нибудь благословение? Нет, благословение может быть только одно Оно одно священное Невозможно взять обратно мое благословение Слишком поздно Поздно Будешь ты рабом брата своего В этом нет твоей вины Ты был обманут Отдыхай Отдыхай, детец Я дождусь, когда отец мой умрет И убью Джакова Исаак не сможет меня убить, пока живет наш отец Ты же знаешь, какую власть имеют над ним его жены-хитиянки Что же делать? Тебе нужно спрятаться Мы где? В Хараме У моего брата Лавана Побудь там немного Исааку надоедят эти хитиянки У него доброе сердце И он забудет обиду Ступай И да пребудет с тобой Господь И с тобой, мама Мир тебе Мир тебе, странник Вы знаете человека по имени Лаван? Мы хорошо знаем Лавана Можете показать мне его дом? Вон идет его дочь, Рахиль Благодарю вас Мир тебе Мир тебе Ты Рахиль? Дочь Лавана? Да, это так Значит, мы родственники Я Иаков Сына Саака и Ребекки Сестра моего отца Побегу, обрадуй его Подожди здесь А как же твое стадо, сестрица? Если хочешь, я за ним присмотрю Вон он, Лия Это Яков А он красивый Даже лучше, чем ты его описала А сколько у него мулов? Всего один, думаю А слуг? Я не видела ни одного Странно Его отец Исаак Словет богатым человеком А наш отец Прочит его Одной из нас в муле Который же? Оу Я же старшая Скажи, Яков Ты останешься у нас И отправишься до вас? Господин Лаван Нет, нет, отстань Да улыбнется удача К твоему дому Я сберег Это для тебя Египетская работа Посмотри, тончайшее полотно Как нельзя подходит Для свадебного убранства Для тебя пять монет, мой господин Что скажешь, Яков? Хорошее полотно И цена подходящая Вели доставить его мне домой Господин мой принц Я могу с ним поторговаться И купить дешевле Тогда прости меня, дядя Я думаю, этот человек Хорошо знает тебя И высоко ценит Чтобы осмелиться обмануть тебя Меня нелегко провести За это можешь быть спокоен А вот и мои дочери Лия Уж она там мастерица Делать покупки Но По-моему Тебе приглянулась Рахиль Уж не влюбился ли ты в нее? Даже если так Какое это имеет значение? Ты же не привез с собой выкупы? Да Это большое упущение Но это дело поправимое Но Как это можно поправить, дядя? Ты будешь работать на меня Семь лет бесплатно Жить и питаться в моем доме Ты умный парень, Яков Уверен, ты заслужишь мне Хорошую службу Это и будет твоим выкупом за невесту Согласен? Согласен Только люби ее Всем сердцем, дядя Как я уже сказал Меня трудно обмануть Я как-то работал Семь лет Бытие глава Семь лет Идите невесту в дом Касаться невесты запрещено Нет, нет, нет Еще Давай Поднимайся Вот так Отведу тебя К невесте Моей невесте Иди И да подарит тебе Господь Много сыновей Рахил Не уходи Не уходи Ты познал меня этой ночью Разве не помнишь? Теперь мы муж и жена Как ты мог так поступить, отец? Они заперли меня И не выпускали Ты сделал пленницей свою собственную дочь Молчи Нет, я скажу В таком случае Вон Нет Я сказал Убирайся У нас не разрешается Младшей дочери выходить замуж Раньше старшей Мне следовало это знать Я упомянул лишь цену выкупа Но имя невесты не назвал Я ничего не нарушил По большому счету Это так Не печалься И прекрасная девушка Она умная Покладистая К тому же красива Она будет тебе хорошей женой Бери ее И отдай ей свое сердце А Рахиле забудь Ты знаешь, что я не могу этого сделать Прогнать ее? Нет Ты будешь несчастьем Только если у меня не будет надежды Ты хочешь взять в жены и Рахиле? Да Я готов прослужить за нее Еще семь лет Вот так Поклянись на идолах домашнего очага Что не обманешь меня Я не поклоняюсь идолам Не хочешь, не надо Я поклянусь своим богом Единственным существующим Можешь убить меня, если я нарушу свою клятву Доведешь до конца свадебный обряд Получишь в жены Рахиле Согласен, дядя Значит, решено Рахиль Яков довел до конца неделю свадебного обряда И Лаван отдал ему в жены свою дочь Рахиль Отец обманул тебя, Яков А ты не держишь на него зла А зачем? У него есть то, чего я желаю Главное, что мне нужно Ты говоришь загадками По дороге сюда Мне приснился сон Я увидел лестницу, поднимавшуюся от земли до самого неба Ангелы Господни поднимались и спускались по ней И было их великое множество Проснувшись, я понял значение этого сна И каково же оно? Небеса и земля единое целое Бог живет среди нас Но Он невидим, непознан Но Он видит нас Он все знает о нас И тогда я заплакал От стыда, потому что жестоко обманул своего брата От ненависти к себе и страха Ибо Господь ведает о тайнах, которые я храню в сердце моем Я поклялся исправиться И Бог явил мне свою милость Он открыл мое сердце Чтобы я мог полюбить тебя Но это было тебе и наказание У тебя не было выкупа за невесту Он уготовил мне испытания Обман твоего отца Это еще одно испытание, более тяжкое Но я выдержу его Сможешь ли ты Простить меня Прежде чем я умру, сын мой Я всегда Любила твоего брата больше, чем тебя И признаюсь в этом Я ничего не могла с этим поделать Простишь ли ты меня Ты сейчас любишь его больше, дама Да Это правда Ты видишь, как я За это наказана Я больше никогда Не увижу Своего сыночка Никогда Знаешь Я и после смерти Буду плакать по нему Субтитры создавал DimaTorzok Да пошлет тебе Господь много сыновей На этот раз без обмана На этот раз без обмана Ты хорошо поработал При тебе стада мои умножились У тебя их больше всех в параме Но теперь Настал час заплатить тебе за труды А расставаться с деньгами тяжело Очень Не нужно мне денег Позволь взять лишь часть твоего стада Но как мы разделим его Я верю тебе так же, как и ты мне, но Такие дела Каждая из нас может заподозрить другого В обмане Это легко уладить Возьми себе лучших ягнят Без пятен, с ровной окраской Я же возьму себе остальных Тех, что с пятнами Таким образом Животные сами укажут, кому принадлежат Ты убедишься в моей честности Согласен? Согласен Что ты делаешь, Орик? Эти овцы с пятнами Они принадлежат Иакову Нет, сестра Пока сделка не закреплена Они принадлежат моему отцу Ты украл их Видишь? Он снова тебя обман Они забирают всех пятнистых овец Чтобы мы не получили приплод У нас останутся только одномастные овцы Которых придется отдать отцу Если случить двух овец ровной масти Самца и самку Какой у них родится приплод? Тоже ровной масти Нет От таких животных часто рождается пятнистый приплод Я наблюдал это много раз Еще кое-что Пятнистые животные Крепче Плодовитее Мясо их нежнее Руно тоньше А шкуры прочнее Ты обманул нас Твои стада приумножились У тебя много работников И работниц И также слуг И золото А у нас ничего В этом повинны ваше лень и тугодумство, Йорев А не я Я ничем не нарушил договоренность Обманчив! Осторожно, у меня людей больше, чем у тебя и твоих братьев Посмотрим Он говорит правду Он не нарушил наш договор Он оказался умнее меня Он ограбил нас, как ограбил своего брата Он вор Что я могу сделать? Нужно убить его и забрать все его добро Они сбежали этой ночью Забрали с собой все, стада, золото Но мы не дадим ему идти Да Да У вас! КОНЕЦ Это Яков. Хватит торговаться с ним, отец. Его нужно прикончить. Какую сделку ты предлагаешь на этот раз, Яков? Я поступил честно, и ты это знаешь. Твои дочери с детьми. Неужели ты убьешь их ради своих никчемных сыновей? Зачем тогда богатство, Лаван? Что у тебя останется после того, как кровь их стечет по камням и уйдет в песок? Ничего. Возвращаемся в Харан. Нет. Ты мне перечишь? Молчь. Теперь я должен идти к Савану и спросить прощения. И я слуга твоего брата Якова. Я принес тебе от него дары. Чего же хочет от меня мой брат? Встретится с тобой. А где он? На той стороне реки. У Брода. Передай моему брату, что я жду его на этом месте завтра в полдень. Как прикажешь? В полдень? Да, мой господин. С ним были бы воины. Много воинов. Переведи людей на эту сторону реки. Я пойду один. Как прикажешь, мой господин? Я пойду с тобой. Нет. Ты останешься с остальными. Я должен идти один. Я должен узнать, чего хочет от меня Господь. Сердце мое зовет меня примириться с братом. Но голова моя твердит об опасности. О том, что он может убить меня. И тебя. И наших детей. И всех моих людей. И всех моих людей. Останься здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Яков. Исаак. Исаак. Возьми посох. Он твой по праву. Сможешь ли ты простить меня, Исаак? Я был рядом с матерью, когда она умирала. Я видел ее горе. Я видел цену, которую она заплатила за это. Исаак. 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 Он мне как раз в пору. Взгляните, какое тонкое полотно. Какая расцветка. Я вам нравлюсь. Исаак. Отец. Я люблю тебя и твоих братьев ничуть не меньше, чем Вениамина и Иосифа. Исаак. Так что ты болтаешь глупости. Прошлой ночью я видел еще один сон, Отец. И мы должны его слушать. Рассказывай его. Я видел Солнце, Луну и 11 звезд. И все они поклонились мне. И его толкование таково. Толкование его не мудрено. Мне не нравится твой сон, Отец. Как ты мог подумать, что твоя мать, твои братья и я поклонимся тебе? Ты зря стараешься, Рувим. Говорю тебе, он высох. Нужно идти к водопою в Сихем. Не будь дураком. Но животным нужна вода. Животным нужна вода. До Сихема полдня пути. Ты так же глуп, как этот осел. Симон. Остановись. Пусти его. Оставь этого глупца. Хватит, Иуда. Смотрите. Наш дорогой братец. Мир вам, братья. Мир тебе, Иосиф. Отец послал меня узнать, все ли в порядке и рассказать ему. Как видишь, стоит засуха. Засуха? Какая засуха? В Сихеме есть вода? Видишь, Рувим. Ты прав. Никакой засухи нет. Смотри. Земля сухая. Я так и знал. Видите? Дно у ведра влажное. Колодец просто забит песком после бури. Я удивлен вашим невежеством. Почистите колодец, и вода у вас будет. Вот ты его и почистишь. Не надо. Что вы делаете? Отпустите его. Иуда. Тащите его. Просайте его в колодец. Пролучим его. Шевелитесь. Робот аргутся. Иосиф Иосиф Где он? Что вы с ним сделали? Это ты? Ты убил его Убил? Зачем мне было убивать его? Здесь проходил работорговец Он направлялся в Египет Нет! Что ты скажешь отцу? Что на нашего бедного брата Напал дикий зверь и сожрал его Все, что от него осталось Это плащ Нет Ты предашь своих братьев Руим Ради этого избалованного мальчишки? Это правда? Это правда? Правда? Правда, отец Продолжение следует... Руим 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова